Ну что, всем привет, ребята! С вами канал Твой Игровой, в студии Денис, Юрий Емщиков и Иван Лашинг. Они, кстати, из двух конкурирующих компаний, да? Нет. Нет, нет, а я свободный автор. А, да точно, я забыл. Так, у нас сегодня стальная арена, которая была уже у нас на канале, но мы сегодня играем с новым дополнением, которое все давно ждали уже. Второе слово Юрия. Расскажи, пожалуйста, что поменялось, что нового, как улучшили игру. Собственно говоря, дополнение Arsenal, оно дает несколько изменений базовых правил. Наверное, упомянуть стоит только про парочку, что мы, во-первых, теперь нам не нужно уничтожать робота целиком для того, чтобы игра закончилась, достаточно убрать весь обвес, и центральный модуль уже добивать не надо. Ну, то, что с обруком грустно играть, и зачем это делать? Лучше закончить партию на этом. А второе изменение, то, что во время охлаждения, когда вы снимаете жетончики перегрева с ваших модулей, вы можете еще походить базовым модулем. Сделать одно любое действие базовым модулем. То есть теперь охлаждение — это не такой скучный процесс, как раньше. Теперь вы что-то можете сделать. Вот. А дальше идут... Идет четыре опциональных правила, которые можно вводить по одному, можно все вместе. Мы, как прожженные гики, наверное, сыграем со всеми четырьмя сразу. Хотя игроки, которые сомневаются в своих силах, могут постепенно их добавлять по одному. И также, естественно, появились новые модули. Вот тут подсказки на новые модули. И тоже их можно добавлять постепенно. Вот. Мы же играем с полным набором сразу. Вот. Изменение первое. Мы начинаем с двумя дополнительными модулями. Вот нам каждому раздано по четыре тайла. Там два оружия, поворотник, ходовая часть. И мы можем выбрать любые... посмотреть на них, выбрать два и оставить себе. Я вот, например, наверное, захочу вот так вот сделать. И они кладутся в закрытую. Это будет сюрпризом. То есть у нас ускоренный старт уже из специализированных сразу модулей. Мы уже можем на что-то нацеливаться. Вот эти можно убрать. В следующее изменение у нас появились персональные свойства. У каждого робота есть два свойства. На игру выбирается какое-то одно из них. И, соответственно, оно действует на этого робота. И он приобретает еще больше уникальных черт. Кроме того, следующее правило – это мины. Мины, суть их очень проста. Уходя с тайла или проходя через тайл, игрок может взять, убрать, перемешать как-то и оставить какую-нибудь мину, уходя с тайла. И следующий, кто на эту мину напорится, с ним что-то произойдет. Собственно, произойти может поворот на один или на три тайла, движение на три. Это все происходит по выбору владельца мины. Поворотная мина. Ну, это как бы такая ловушка. Это такая ловушка. Он туда зашел и его так вжух, развернуло. И, соответственно, игрок может сам зайти на тайл со своей миной, и она на него сработает. И сработает так, как он хочет. Это вообще иногда бывает даже полезно. Ну, кроме таких условно приятных, есть еще и совсем неприятные. Это урон 2, урон 1 и перегрев одного модуля, опять же, по выбору владельца мины. Эти мины, они соответствуют игроку. Да, да, каждый мины соответствует роботу. То есть это его, как бы, тоже свойства. Тоже персональные особенности. Вот, то есть у нас уход такой в персонификацию. Круто. Вот, то есть у нас свойства, мины и стартовые модули, которые тоже, честно говоря, задают ветку развития робота, дают ему какие-то особые свойства. Вот, и последнее правило, которое, мне кажется, наверное, лично для меня самым ценным. Теперь нам легко делать цепочки действия благодаря тому, что у нас тайлы ходовые и поворотные 2-го и 3-го уровня могут, если они лежат рубашкой вверх, они могут становиться второго поколения скоростными. Скоростными, ну, как бы, скоростной поворот на 1. Какая бы ни была лицевая сторона, если он лежит рубашкой, это просто скоростной поворот на 1. А если это модуль третьего уровня, то он не только скоростной, но и автоохлаждаемый. Это позволяет нам делать цепочки действий. То, что многим игрокам, и мне в том числе, очень нравится. Вот, с ходовыми частями то же самое. Если это вот такая вот ходовая часть, это шаг вперед, даже если там с лицевой стороны прыжок или шаг в сторону, в режиме форсирования это просто шаг вперед и шаг вперед скоростной, что особенно ценно. Вот. Ну, вкратце так, а дальше я думаю, что мы в процессе игры более подробно рассмотрим все нюансы этих правил. Вот. И, собственно, ну, новые модули, у нас специальные подсказки для них. Там, как правило, подсказки на оружие и новую местность. Ну, про местность сразу скажу, раз она открылась. У нас появились кислотные испарения. Через них нельзя стрелять, но можно ходить. И тот, кто туда придет... Внезапно. Как нельзя стрелять через кислоту? А, типа того, что там испарение, ты не видишь, у тебя целеуказатель просто не... И пуля растворяется, пока летит. Да, кислота, она такая. Вот. Тот, кто туда приходит, получает урон один. Или кого туда толкнули. Обычно толкнули. Вот. И солидол, он такой веселый. На него просто приходишь и сразу проскальзываешь на следующий тайл. Вот. Если ты идешь на два, ты как бы идешь на раз и два. Ну, в общем, как-то так. Там появится еще новая местность, новое оружие. И я думаю, мы увидим этот процесс. Давай для тех, кто первый раз смотрит. Начнем с того, что это игра о пятничных боях роботов, которые собраны из различных частей, там, различных модулей. Мы друг за другом гоняемся по этой арене. По этой свалке. По этой свалке, да. И пытаемся друг друга уничтожить. Ну, роботов, конечно. То есть, по БЭКу мы ими управляем. Я забыл уже. По БЭКу было шоу «Бои роботов по пятницам», которое развлекало людей. Потом люди куда-то делись по неизвестной причине, а роботы продолжили биться. И вот мы, роботы, которые каждую пятницу, лишь солнце закатится, кого-то пинают под бананом. Включаемся и начинаем биться. Да, потому что мы запрограммированы на это. По ходу игры мы подбираем новые модули. Нам заканчиваем ход, мы берем себе новый модуль. Появляются, скажем так, на пустых клетках появляются более сильные модули. И, соответственно, наша задача — носить друг другу урон. Нанесенный урон заставляет сбрасывать тайлы, которые идут в трофеи тому, кто этот урон нанес. Да, и, соответственно, цель ослабляется, а тот, кто нанес урон, получает победные очки, по сути, трофеи. Игра заканчивается либо, когда один из игроков набрал 10 трофеев, либо один из игроков потерял все модули, его разрушили, центральный теперь добивать не надо, либо когда у нас закончится стопка модулей третьего уровня. Но это сейчас редкое условие, потому что мы сражаемся, как правило, более интенсивно с учетом хорошего стартового начала и веселых пушек. Ну и игру удлинили. Мы с тобой на игроконе об этом говорили. Не хватало людям... Ну, теперь вот, я говорю, по концу стопок, несмотря на то, что их там столько же, в общем-то, редко идет завершение по этому параметру, потому что игра стала более интенсивной, насыщенной. Круто. Ну и цепочки действий тоже позволяют ускорять огневой контакт. Скажем так, мы просто убрали скучное начало. Да. Вот. И давайте засчитаем свойства роботов, чтобы все понимали, что происходит. Ну вот, например, тильда. Как только тильда становится на краю поля лицом к нему, она немедленно может повернуться на один или два сектора. Если закончило движение таким образом, если это скоростной, если движение было сделано преимущественно скоростного модуля, то она может продолжить ход. Бот-адо. Бот-адо, когда его бьют, когда его бьют, то он использует сразу же еще один модуль. Но это не считается ходом. То есть ты в конце не подбираешь новый модуль, если это было движение. И если это был скоростной модуль, то все равно это только один. То есть цепочка не действует. Да, цепочка. Да, это такая, как бы, ответная реакция. То есть тебя стукнули там. Ты стукнул или убежал, или еще что-то. Вот. И у объекта 113. Ну, если ты выбрал такое свойство, я могу попробовать ради разнообразия. Хотя ладно, давай, пусть у меня будет тоже такое свойство. Когда меня будут бить, я буду отскакивать. Притом, отскакивать на число клеток, равное или меньшее нанесенному урону. И в любую сторону вот так вот, как бы, бочком, то есть не поворачиваясь при этом. То есть меня стукнули, я отошел сюда, например, или сюда, или еще куда-нибудь. Вот. Собственно, такие правила. Ну что, теперь нам надо определить, кто первый начинает. гамень-ножницы-бумага. Ножницы-бумага. Раз, два, три. Еще раз. Два, три. Как так? Он нас просчитал. Да. Ты не будешь саботировать игру? Как саботировать игру? Три из другого издательства. Нет, следующая игра наша. Точно. На самом деле, Ваня очень сильный игрок, и с ним всегда интересно. Ты помнишь эту боль. Я помню. Да. Поэтому давай мочить Ваню. А с Ваней договоритесь, что будете мочить меня. Так. Я первый должен выставиться. Ням-ням-ням-ням-ням. Мобильность. Мне не хватает. Ты пока выставляешься, я расскажу про эти самые цепочки, о которых мы начали говорить. Это весь самый смак игры, когда ты выбираешь модули, которые могут задействоваться по цепочке. Не просто там сходил, а сходил, стрельнул, повернулся и убежал. Мне даже не придется их выбирать. Теперь они у тебя есть всегда. Да. Базовые правила все-таки нужно рассказать, что мы можем делать, когда выставим все. Все, да? Внезапно, да. Ладно. Ты пошел туда, ты пошел туда, я, пожалуй, пойду вот так сюда. Спрячусь за этими уютными кислотными ваннами. Так, я уже присмотрел себя. Отлично спрятался. Так, все. Окей, хорошо. Что мы можем делать в свой ход? Да, в свой ход мы выбираем модуль, активируем его, кладем на него жетон перегрева, используем. И если это был нескоростной модуль, мы на этом ход заканчиваем. Если это был скоростной, мы можем... Скоростной это вот с таким значком. А если это был скоростной модуль, мы можем использовать еще один. И так до тех пор, пока не используем первый нескоростной модуль, на этом ход заканчивается. Вот сейчас, например, я использую центральный модуль. Центральный модуль позволяет выполнить одно из трех действий. И это скоростной автоохлаждаемый модуль. Я делаю поворот на раз. Я делаю шаг вперед... На два. На один. Да. Какая же авто. Нет, Ваня, я подожду тебя. Потому что у Юры на модуле есть значок движения, значок поворота и значок ближнего боя. Собственно, центральным модулем я сделал поворот на один. И так как это скоростной модуль, я использовал после этого другой модуль. Это скороход базовый, который позволил мне продвинуться на одну или две клетки. Я выбрал на одну, чтобы не подставляться под зонт тильды. Ты, конечно, молодец. Но все это было зря. А думаешь, такой длинный зонт вообще? Давай, давай. Он длинный. Приходи ко мне. Я иду сюда. Так. Я использую свой скоростной поворотник. Угу. Да. Отлично. Пока он не перевернут. Да. Я... Давай, ударь меня. Нет, я не буду тебя бить. Я тебя спрошу. Смотри, у меня есть вот такой вот модуль. На нем написано, что это реакция. Правильно ли я понимаю, что я могу сейчас пройти на один, потом еще на два, и только после этого твердить? Он работает в момент контакта, поэтому для того, чтобы он сработал, тебе нужно меня как минимум подвинуть на один. То есть если я сейчас использую это на два? Важно, сколько ты прошел до контакта. И все. Ты прошел раз, два, после этого контакт, но ты нанесешь мне три урона этим. Хорошо, меня это устраивает. Так, окей, ты меня сдвигаешь. Ну, ты сдвигаешь меня этим, то есть иначе не будет контакта. Хотя это, в общем, довольно неплохо, потому что Денис меня еще попинает, взорвав ловушку. Правильно, в любой непонятной ситуации мощи автора, это правильное решение. Так, и ты нанес мне три урона, но... Два. Да, так как у меня есть лесовая броня, и ты меня толкнул именно в лицо, то единичка поглотилась за счет фронтовой брони. И два урона я получил. Два урона я получил, и... Я мог тебя толкнуть не в лицо, ты был прав. Нет, не мог. Ходи. Через кислоту пришлось пройти. Сейчас в конце хода, да. Так, я должен отдать два модуля. Я отдаю раз. И я думаю, что я отдаю сверчок, потому что это всего лишь сверчок. За это мне, конечно, потом прилетит, но это было весело. Да. Подожди, а если я использовал для этого воду, этот модуль, то мой ход еще даже не закончился. Да, да, ты можешь продолжать. Да. Ну... Так, тогда я могу использовать вот этот модуль, чтобы повернуться. Угу. Вот так, например, на один только, да, получается? Так, а ты этот не использовал еще? Мне казалось, что... Нет, я использовал центр, чтобы повернулся. А шел вперед ты тогда чем? А, вот этим, окей, да, да. Так, подожди, ты прошел сюда. Да. Скороходом. Повернулся. Повернулся. Смотри, мы в такой ситуации. А, понял. Мне надо было еще что-то использовать, чтобы повернуться. Да, да, да. Согласен. Тогда... Да, я вот этот модуль использовал, чтобы пройти еще шаг. Я вместо этого тогда использую, например, скороход, чтобы повернуться. Вместо центрального. Вместо центрального. Так, еще раз, значит, ты пришел сюда, использовал скороход. Потом повернулся. После этого повернулся. Есть. Использовал этот, чтобы повернулся. Использовал центральный, чтобы тебя продвинуть. Толкнул, да. И у меня еще одно действие. Да. Давай-ка я, наверное, тогда использую сверчок, чтобы нанести тебе дополнительный урон, и ты мне отдашь три модуля вместо этого. Это всегда приятно, держи третий трофей. Ход. И, соответственно, все элементы, которые самоохлаждаемые, они сбрасываются. Да. Собственно, эти модули тоже охладились. Денис. Выкладываем сюда оружие. Так, ну вы там как-то так шевелились. Смотри, какая ловушка. Ты можешь его сразу атаковать. Так, Юрий, ты будешь использовать свои посередные свойства? Я, наверное, его использую, потому что стоять рядом с ловушкой, хотя и на модуле третьего уровня, это как-то немножко грустно. Значит, я получил три урона. Я могу продвинуться на целых три клетки в одну любую сторону. Даже на четыре. В данном случае на четыре. Я даже рассматриваю этот вариант. Ух, потому что если я останусь, я получу еще удар в спину. Ну, скорее всего, всего один. Скорее всего, всего один. И ответить я смогу этим. Сейчас, сейчас я подумаю, подумаю. Много неинтересных моделей, чтобы их сбрасывать. Да, ты знаешь, мне кажется, что мне даже интереснее будет остаться. Извечать бочку. Ну, я могу войти в бочку и взорваться, но это, наверное, не самый интересный вариант. А нам нравится. Я могу отбежать сюда. Вау. Какий. Вот. Ну, потому что я получил три урона, я могу подвинуться. Но я категорически не хочу оставлять Ване оружие третьего уровня раз. Страшно. И я хочу его стукнуть. Это два. К тому же я хочу сам взять эту троечку. Я не беру её сейчас, потому что это берётся только в конце своего хода. Поэтому я решаю остаться на месте и собрать эту троечку потом. Давай, Денис, жги. Я сделаю очень просто. Во-первых, я похожу с центральным модулем. Ну, для того, чтобы просто не терять возможность взять оружие. Я его могу в конце... Это чисто в конце хода, после того, как ты сделаешь остальные действия, ты сейчас по-хорошему даже смотреть не мог. Ну, ладно, не страшно. Извиняюсь. Я просто забыл, правильно. Ну, не страшно. Так, ну и, собственно, я могу потом стрельнуть вот этим. А зачем тебе этим? Ты лучше этим... А, у меня он... Ты взорвёшь, и всё. Красной. Ты взорвёшь. А, ну, окей, ты его взорвал. Да. Хорошо. С верчком, который стреляет вот так просто. Да. И ловочка взорвалась. Взрывается. Нанесла мне урон один. Да. И я отдаю тебе... Я отдаю тебе... Даже не знаю, ещё тебе отдать. Не знаю, что отдать, не отдавай ничего. Угу. Угу. Так. Так. Жух, жух, жух. Ладно, я отдам тебе движение. Это будет первый трофей, поздравляем. Это что у нас такое? Это сброс. Это сброс, да. Так, трофей... Трофей... Ну, давай вот... Так, вот это лучше пока вернуть от боли? Это я подобрал. Ну, хорошо. Ты пока это ещё не подобрал. Ты можешь сейчас ещё куда-то походить. Ты можешь ещё, да, подвинуться. Да. Ты же использовал скоростное оружие. Да, и я просто... Это сразу же выкладывается? Нет, в конце. В конце хода после... Да, всё верно. Потому что я вот зачем и пойду дальше. Вот это был скоростной модуль. Следующий модуль, это у меня скороход базовый. Окей. И всё, я сомневаюсь. Смотри, ты можешь воспользоваться новыми свойствами, у тебя есть вот этот модуль, он двоечка. То есть ты можешь его использовать как скоростной и сделать после этого ещё ход. Да. Например, повернуться и так, то есть походить сюда. Но весь прикол использования в модуле, что ты не можешь его просто использовать, ты должен походить. Ну, к тому, что... Ты не можешь просто... А смысла нет просто его использовать? Не, ну, просто, допустим, у тебя в цепочке следующий тебе нужный модуль, и ты хочешь его использовать, а этот подходить не хочется, а должен подойти. Ну, смотри... Просто тогда используешь следующий в цепочке и не используешь то, в котором ты можешь подойти. Да. Я просто про то, что ты сейчас можешь не заканчивать свой ход на это. Да, 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 но к вам туда я не пойду. Не, 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 все, все. То есть ты остаешься здесь? Нет, я вот здесь. Ты, в принципе, на практически линии выстрелования, хотя у него сейчас оружие перегонит. Самое интересное, что ты на линии моего движения. Это гораздо страшнее, чем быть. Ты от тарана его можешь огрести, поэтому я бы тебе не советовал сюда вставать. Я бы советовал остаться здесь. Потому что, ну, подставляться надо. Хотя и так ты можешь огрести от моего тарана. Не, не, все правильно, да. У тебя поворотников не хватит. Сейчас я его толкнусь здесь. Про таран забыл. Я помню про оружие, что перегрел. Какое дело? Все, да, ты подбираешь оружие. Появляются два модуля. Ты сам можешь расставить, где какой. Это твое право. Вот так. Окей, хорошо. Теперь я могу смотреть. Теперь, да, в конце хода. Теперь я, кстати говоря, вижу, я перешел в усиленный режим. Почему? Расскажи. Потому что у меня осталось всего четыре модуля вокруг меня. И я перешел в усиленный режим. Это не то, чтобы сейчас на что-то вообще повлияет, но... Юра, у меня было еще одно действие. Потому что я этот поворотник не использовал. Потому что я закончил свой ход у края поля. И, используя его, мог повернуться. Мог, да. Но это неважно. Да, да, да. Ты, кстати говоря, это свой статиль. Да, мог. И даже мог от тебя убежать потом. Ну, ходи. Такая более гиковская стала игра. Я бы так еще забористее. Ну, потому что мы играем со всеми элементами. Да, да, да. Если бы мы играли не со всеми, было бы проще. Так как мы тут с вами... Да, да, да. Мы показываем. Мы показываем все. Ну, что ж, Ваня, раз, ты перегрет. Я даже показываю вам, как тут можно хорошо атаковать и подставиться. Это, короче, как в Марио. Когда не играешь, оно показывает все возможности. Так, тебя даже стукнуть бестолку. Как бестолку? Тебя... Обижаешь. Я отдам тебе целый сверчок. Так, сейчас... Ну, ладно, пол сверчка. Так, нет, это бесполезно. Нет, не отдашь. Стукни меня, стукни. Даже охлаждаться неинтересно. Ну, короче, я просто беру и... Стойте, охлаждение. Просто беру... Просто беру и жгу тебя. X-Ray. Ну, короче говоря, ты получаешь один урон с их нормой брони. То есть, как бы, у тебя есть лицевая броня, но это излучение, которое ее игнорирует. Поэтому ты просто получаешь один единственный урон. Вот в эту дырочку она попадает. Да, она вот прям в дырочку. Не, на самом деле это излучение, оно просто, видите, насквозь. Детрию. Но главное, что оставаясь здесь, я подбираю вот этот замечательный модуль силы 3, а у Вани сейчас нет нормального оружия. Поэтому все равно ему придется куда-то бежать. А я взял оружие силы 3. И это хорошо. Держи. И у меня тоже есть трофей. Я с удовольствием отдам тебе это оружие. Я, правда, не понимаю, почему ты... А, потому что если ты у меня вначале стукнул базой, это бы ни к чему не привело, согласен. Согласен. Но я не такого, я не такого. Ну давай. Даю. Если ты меня будешь таранить, это будет урон 1. Потому что ты пройдешь 0 тайлов и... Собственно говоря, плюс 1 будет. Дай в момент столкновения в этом ходу, я понимаю, да? Да. Так. Закончил движение. Секундочку. Мне надо немножечко посчитать. Потому что я могу сделать интересное комбо. Еее. Комбо это круто. Соответственно, в начале, в любом случае, мне придется немножко повернуться. Как ни крути, я могу повернуться только на 1. Ну да. Может, я не могу сделать комбо. Ладно. Я поворачиваюсь на 1. И как мне не хочется от себя подставляться, но, видимо, придется. Так. Скороходом я могу... Сжигать модуль теперь, естественно, нельзя. Это еще одно грустное правило. Веселое правило, которое ушло. Ну, что поделать. Режим форсирования, да, изменяет правило износа. И я могу пройти, например, на 2. Сейчас или на 1. Осталось понять, насколько я хочу пройти. Если я пройду на 1, то я попаду под тебя. Если я пройду на 2, я попаду туда. Там не так страшно. Я пройду на 2. Крусишка. Так. И я оставлю тут какую-нибудь мину. Оставь тут какую-нибудь мину. На этом месте. В конце своего хода. Чем бы тебя... Обрадовать. Да, надо было скидывать то. Вот так. Окей. Но пока я все еще лидирую. Несмотря на... Несмотря на мои грустные приключения в этой партии. Сейчас Денис, я думаю, отомстит за меня. Ну, давай, поехали. Так давай, поехали. Давай, приступим, погнали. Так, ну, во-первых, я центральным мозгом, молотком, открывается такая дверца и такая... Ну, ты перегрел мой фланг. Окей, броня сработала. Уклонился. Скоростной. Давай дальше уравнителем. Еще на 2. Уравнителем. Ты решил отомстить мне моей же валюты. Я помню, как в прошлый раз... Я тебя... Я его в рукаве принес. Из дома этот тайл. Так, и мне, соответственно, надо отдать тебе 2 модуля. Это тяжелое расставание. Но это не страшно, потому что мы отдадим тебе этот скроход. И так как я парень очень дерзкий, я отдам тебе свой фронт. Ну и, собственно, все. У меня закончилась вся цепочка. Я 2 раза проатаковал. И ты теперь тоже лидируешь. Я убираю автоохлаждение здесь у меня. Да, да, да. Так. Напомню, как охлаждаются модули. Да, ты тратишь ход и охлаждаешь все свои модули. Но по правилам дополнения ты при этом еще используешь центральный модуль. Да, да, помню. Окей, значит, я делаю поворот. Я делаю шажок. Вжух, вжух. И, да, я декламирую новую игру космодрома. Этими чудесными словами. И беру вот такую хорошую поворотную механизму. И на этом мой ход закончен. Опасный, Юрий. Отлично. Я хочу автоохладиться. Но по правилам нашего прекрасного дополнения я могу сделать одно основное действие. Я сделал шаг вперед. И так как я оказался у края, я могу еще повернуться. Да. И я это сделаю. Я сделаю раз поворот. Я сделаю два поворота. Да. Почему я остановился этой стороны? Потому что у меня защищенный фронт. Ну, совершенно незащищенное лицо. И мне совершенно не хочется, чтобы мне туда что-нибудь прилетело. Я свое лицо очень люблю. Ну, зато тебе сейчас сбоку немножко... Ну да, ты не тылом встал, а бачком-бачком. Все рассчитано, Ваня. Так, я... Так, это, кстати, охладилось. Сейчас почитаем, почитаем. Так... Так... О, вот этот значок означает, что оно одноразовый. Перестреляет через препятствия. И вокруг себя. Осколочный урон, да. Все. Все помню, значит. Ну, можешь оркам долбануть в упор. Тоже вариант. Всегда приятно. Ну, у тебя лицевая броня, поэтому осколочный урон тебя не коснется. Ну, только один урон нанесешь. Да. Ну, либо можешь охладиться, повернуться. Ну, Ваня, небось, потом сбежит коварно. Или не будет бежать. А будет бежать на себя. Вот такой. Ваня, да. Еще, может, мина какая-нибудь приятная. Ну, вряд ли. У тебя там было движение на три. Ладно, я... Что делаю? Я, пожалуй, сделаю вот так. Я повернусь в центральном. Риле, ты уходишь? Я ухожу. Окей. Я посмотрю, как там будут события развиваться. Так, и на один могу походить. И сделать еще что-то. И ты уверен, что... Окей, ты после этого можешь что-то еще сделать. Просто смотри, вот это зоны, где я тебя достаю. Вот здесь я тебя достаю с особым цинизмом. Поэтому нет. Я вот хотел, да. Я, конечно, буду рад, но... Тут на один я похожу. Да, только на один. У меня все перекреет. А ты можешь перевернуть и походить на многое, если у тебя там что-то другое. Посмотри, как бы не обязательно используя только в режиме форсирования. Да, чуть-чуть я, чуть-чуть. Я прыгаю. Сюда? Да. То есть ты оставил нас с Ваней разбираться, решать, кто тут... Блоха позволяет мне прыгать. Все, мы закончим. Ты даже через мину мог прыгнуть, но туда прыгать не стоит. Это правда. Окей. Ну что, Ваня, пришло время страдать. Страдать и болеть. Царь-пушка. Четыре урона. Правда, это дамажит и по мне тоже. И вот как бы не хотелось мне от чего-то избавляться, но придется мне это делать. Но зато четыре урона. Ну, то есть три трофея. Три трофея. Ты мне перегрел? Ну ладно. Скажешь. Да, это оружие, которое вызывает боль у самого владельца. Ладно, я сбросил X-Ray, потому что он уже перегрет. А, охлаждаться это долго. И зачем X-Ray, когда есть царь-пушка? Зачем игнорировать броню, когда ты можешь поломать? Ладно, дорогой, тебе будет весело. Давай. Я знаю, что ты меня будешь таранить. Нет. Нет. Как бы да, но это будет очень весело. Давай, и ты уходишь в усиленный режим сразу. Я перехожу в усиленный режим, отлично. Это меня очень радует. У меня к тебе такой вопрос. Когда я беру свой бонус с тройкой? Да. Я двигаюсь в любом направлении. В каком ты сам хочешь, да. Отлично. Знаешь, почему это отлично? Смотри. Ты меня полкаешь на него, да. Нет. Я использую свою блоху. Чтобы перепрыгнуть. И приземляюсь на вот этот модуль. Да, ага. Здесь плюс три. Да, и ты двигаешься в любом направлении. Да. А я двигаюсь на три, поэтому я загоняю тебя сюда. Угу. А сам оказываюсь... А, и ты проходишь через мину. Я прохожу ее мину и получаю еще один. И получаю еще один рун. Да, я умер. Что за комба тут? Все? Жестокая. Да, ты, кстати, использовал очень... Ты первый использовал таран таким интересным образом с прыжком назад, да. Но это красиво. И это, кстати, возможно только вот при таком суперсочетании мины с... Да. Да, да, да. Ваня, это классно. Клево. А баран при контакте с роботом дает... Да. Ну, он как бы распрыгался. Здесь у него еще инерция. Он меня таранил просто с безумной силой. В общем, распрыжка везде. Распрыжка. Это везде чёт. Даже здесь. Поздравляю. Вин. А, все? Все. Пять дамага. Я вообще-то хотел повернуться, пострелять. Ну, можем сейчас вторую партию. Вчера какая-то быстрая была. Извините. Поздравляю. Это было красиво. Да. Как и комбак. Да. Ну, что ж, вот такая вот игра со всеми... Со всеми дополнениями. Со всеми опциями. Вот так вот она играется. Да, я теперь врубился. Тут надо быть намного осторожней, чем в базе. Ну, на самом деле, это очень-очень редкая ситуация. Возможно, Ваня ее готовил. Возможно, так совпало. Но, как минимум, он не смог ей воспользоваться. Я ее готовил. Круто. Мне повезло с плохой. Я надеялся, что она придет. Но, когда она пришла, я понял, что это всё. Да. Ну, Ваня очень опытный игрок. Поэтому это, да, такие штуки. Так, ну что? Всё тогда. Всем пока. Вот и поиграли. Всё. Всем пока. Ну что, вторая партия. Как-то Ваня показал возможности игры в полной красе. Я сделал такой комбарь, который просто взял и победил. Ну, окей. Да. Давайте расставляться. Да. Теперь у нас другие свойства. Ну, можем заново разыграть. Давайте так же. Так удобно. Окей. Не вопрос. Хорошо. Мне, собственно говоря, хочется... Обещал не саботировать. Ну, ладно. Так, ладно. Я вот так вот соберу. Саботную. Окейшки. Вот. Да. Пока Ваня ходит, можно рассказать, какие у нас свойства. Сейчас мы перевернули себе наши расовые свойства. И на самом деле более простой стороной. Я просто хожу до трёх. А у меня... Центральный модуль позволяет бить с уроном 2. В ближнем бою. Да, в ближнем... Всё так же в ближнем бою, но с уроном 2. И, наконец, у Вани есть возможность просто поворачиваться на один больше. Вот. С помощью центрального модуля. Да, с помощью центрального модуля, да. И, Денис, зажимай его. Значит, вода один охлаждает сразу же при попадании. И один в начале каждого хода. Не, серьёзно, становись сюда и давай его мочить. Раз он так подставился. Ребята, я, конечно, одну партию-то выиграл, но не настолько же. Ну, ты извини, ты подставился сейчас, Сарен. Так, собственно говоря, что мы делаем? Что мы делаем? Только меня не успеют ударить, я уйду. Ну, да, ну, окей. Но от меня-то ты не уйдёшь. Так, я на это и рассчитывал. Так ты от меня тогда не уйдёшь, понимаешь? Если я от тебя не уйду. Да не вопрос. Так, просто ты либо бить меня будешь, либо уходить. Вот в чём дело. Так. Ну, окей. Хорошо, я поворачиваюсь, делаю шаг вперёд, повернулся, сделал шаг вперёд, чтобы взять модуль. Использовал свой скоростной сверчок и использовал барий. Ты получаешь совокупный урон 4, минус 1 и, может быть, минус ещё 1. Ну, ты, соответственно, теряешь 3 модуля и после этого можешь охладить 2. Ну, у тебя нечего охлаждать, поэтому это на тебя не работает. Зато ты сразу приходишь в усиленный режим. Подожди, ну так же, если я сейчас начну атаковать, то... Да он сбежит сейчас нафиг. Игра закончится. А, я беру... Ты берешь тот модуль? Да. И сзади появляется... Оставляешь ли ты там что-то? Нет, зачем? Нет, хотя можно, конечно. Но нет, нет, не меня оставляю. Так. Что я могу сделать? Я могу ударить тебя на 1. Ударь. После этого я могу пройти, например, и сделать ещё что-нибудь. Это интересно. А, у меня барий тоже перегрелся. Он, хотя и охлаждает, но сам перегревается. А вот это охладилось. И оружия у тебя нормального больше нет. Пока да. Отлично. Так, тогда я могу сделать что? Я тогда могу тебя действительно ударить. Ударь. Но если я пройду, то я больше ничего... Я ничего не возьму. То есть у меня не будет развития, получается. Ты потенциально что-то возьмёшь. Угу. И что-то хорошее. Что я, кстати, взял-то? Окей, я повернусь на 3. На 2. На 2, да. Я пройду на 1 при помощи этого модуля. Интересно. Вот сюда. Угу. И я ударю своей пушки. Герострат. Герострат. И... Ваня жжёт. Подожгу тебе. В начале... Нет. И нанесу 1 урон. В начале 1 урон. Просто он может это скинуть. А, он сблокируется. Да-да-да. Поэтому просто подожгу. Интересно. Интересное всё решение. И там, где я остался, я оставлю вот эту штучку. То есть она у меня только в конце хода охладится? Ну, нет. В конце каждого хода? В конце каждого хода. То есть у Ваня ход закончен, но и у Ванного охладилось. То есть как бы вот так. Да-да. А вот это у тебя уже перегрето. И совсем странно, что Ваня не убежал куда-нибудь в дальние края. Ну, окей. Перегрел. У меня, значит, модуль. Я переворачиваю модуль обратно. У меня опять модуль. Да-да-да. Все верно. Ушай, какая жаста. Да. Ну, это помощь отстающим. Ты уже сразу тут. А, ты просто перегрел. Не, у тебя странное решение, но окей. Ну, не всегда же мне тут быть королём. Да, всегда. Королём арены. Иногда мне хочется и глупых простых решений. Для веселья. Так, если я его толкаю, и он упирается. Тут сработает мина. Скорее всего, она его куда-нибудь запулит. Я предполагаю. Хотя... Я предполагаю, что да. В любую сторону его запулит. Да. Это очевидно, да, кстати. Поэтому просто бей его. Так, а чего? У него фронт есть, ты понимаешь? Ну да, у него... Он не перегрел. Я ещё и попал. Ты можешь ударить этим, ну... Да, у меня есть свойство такое. Так, кстати, у тебя удар на два. Два молотка из дверей таких. Давай. Что я наделал? Что я наделал? Да, урон, два молотка. Всё? Больше ничего делаешь? И после этого ты можешь использовать ещё основное оружие. Сейчас. Остальное. Ну, перегрел? Да, это я перегрел, ещё что-то будет. Ещё урон один. Один урон донёс. Да-да-да. Вначале всё наносится, потом я теряю модуль и переворачиваю, да? Вообще, по правилам дополнения, в виде исключения, там, возможно, редкая ситуация, когда нужно не так, но вот прямо здесь это не важно. Почему? Если он мне сейчас наносит один урон, я перевернусь, и у меня появится... Нет, нет, а переворачиваешься ты в любом случае в конце хода. Да-да. Окей, давай. Ещё один урон сверчком. И всё. Три урона, всё? Два урона только? Да. Два трофея. И сейчас ты переворачиваешься, как ты хотел. Ну, интересно. Слушай, наверное, забирай. И забираю эту броню. Так. Так. Что буду делать я? Я буду делать поворот. И я поворот сделал центральным модулем, поэтому я в этот ход могу охладить свой замечательный арсенал. Охладил ход. Окей, я поворачиваюсь этим модулем. А, нет, я поворачиваюсь этим модулем. Конечно, мог попасть туда, но я боюсь, Ваня запулил меня далеко. Так, это ты... Не один. Ты охладил с помощью... Собственного охлаждения. Собственного охлаждения. И при этом центральный модуль... Я просто повернулся. Ну, да, я понял. Вообще, да, было не очень клёво, когда в базе ты просто терял ход. Да, а здесь ты ещё что-то можешь сделать полезное. Да, этот у тебя охладился в конце хода. Ну, про это всё равно не забудешь, потому что ты начнёшь ходить, ты вспомнишь. Ну, так. Или порядка. Так. Да. Интересная у меня ситуация загнула. Соответственно, я в любом случае сейчас бежать особо далеко-то и не смогу. Наверное. Ладно. Повернусь, пожалуй, тогда на два. Угу. Ты центральный можешь повернуться на два. Да. Могу на три, но это мне не нравится. Да. Пойду на один. Неужели у тебя там не мина нужна? Возьму что-то. Угу. Так. Ну, что, поработаешь с сапёром. Я, пожалуй, охлаждусь. А, я могу ещё после этого повернуться, но я не хочу. Охлаждаюсь. И можешь при этом повернуться, если ты будешь... Да, я буду поворачиваться на один. Один. Угу. Так, Ваня, ну ты прямо как-то это не оставляешь. А, ты ещё защищён сейчас? Конечно. Ну ладно, защищён, защищён. Чё, броню можно и пробивать. Один, два, три, четыре, пять. Минус один, четыре... А, минус два, да. Минус два, и ты теряешь три модуля. Угу. И охлаждаю... Ну да, опять у тебя всё восстановлю. Угу. Интересно. Ну ты сам за это ничего не берёшь, кроме моих трофеев. А мне больше ничего и не надо. Согласен. Тебе может быть больше ничего и не надо. А втроём вообще на сколько перевес? Угу. Между... Ну тут зависит от того, кто с кем играет. Но в принципе, черепашить по-прежнему невыгодно, поэтому имеет смысл... Просто так, это двое против одного объединяются. Что, если потом игра продолжаться будет? Я думаю, вот сюда. Угу. Такой вариант не рассматривали. Что будет? Ну, допустим, до финального победителя. А. Ну, просто неинтересно, что когда игрок выбыл, а что дальше? Ну да, да. Я против Players Elimination. Я просто за вами не переживаю. Всё хорошо у меня. Не переживай. Ладно. Так, мне нужны модули вообще-то. Тебе нужны трофеи. Поэтому, да, Ваня тебя тут запер минами. Да, в том-то и дело. Иди разминируй. Я знаю, что там. Но стрелять в мины нельзя. Нет, стрелять нельзя. Ну, ты можешь... Слушай, придёшь туда, ну... Ваня может там у тебя сдвинуться на 3 и урон 1, по-моему. Слушай, урон 1 не так страшно, чем терять темпы, обходя, честно. Разминируй, тем более там наверняка движение. Просто ты сейчас пока будешь обходить, если у тебя нету блохи, чтобы перепрыгнуть, ты просто отстанешь и не успеешь. И не успеешь побить ёжика. Да. А это будет обидно. Ну, как бы смотри сам. Просто у меня сейчас оружие перегретое, я ничего хорошего сделать не могу. Да, я как бы и собирался, и блохата есть. А, ну тогда вообще не вопрос. Так, ты можешь... Ты сюда решил прыгнуть? Да. Прыг. Ты можешь... И, собственно, всё. И всё? Ну, она нескоростная. Да, нескоростная, да. Окей, ты прыгнул. Ну, у меня пока всё есть, поэтому... Взял модуль. Да, он берём модуль. А здесь у нас сюрприз. Есть сюрприз. А мин сюда я не могу поставить. Можешь, но зачем? Там и так сюрприз. Ты можешь сделать сюрприз ещё приятнее, но... Угу. Хорошо, Ваня не поставил мин сюда. Катють, куда-то он мин не поставил. Хотя у тебя, блин, повороты и подставляться. Повороты и подставляться. Зачем мне подставляться? Добить меня ты не можешь, да, не можешь. Ты можешь сейчас просто охладиться? Я хочу сейчас охладиться, я просто думаю, что сделать центральным модулем. Центральным модулем я повернусь и охладюсь. Е-е-е-е. Ваня. Ладушки. Так. Летучие голландцы, летучие голландцы. Я хочу повернуться центральным модулем на паночку. И сбежать отсюда. Потом этой штукой пройтись на... Ну, на два, допустим, я просто оказываюсь вот здесь. Да. На два или на три я пойду. И мин уже наконец не можешь поставить. Ура. Не могу, пока. Наконец. И это всё самоохладилось. Да. Кстати, полезная ходовая часть для восстановления. Так. У меня барашка. У меня барашка. Выходим к центральным. Угу. Сюда. Скользимся. И поворачиваемся потом на два. Угу. И на этом заканчиваешь ходу. Куда поворачиваешься? Да. Вот сюда. Да, спасибо. Так. И забираю. Окей. Ну что ж, пора нам с тобой серьёзно поговорить. Так. Я, к сожалению... К сожалению. К сожалению. К сожалению. К сожалению. День рождения только раз в году. Я как понял, оружие, которое позволяет... Ну, скоростное оружие, это третий уровень, да? Не, есть вот это второй уровень, но она плюс один. Ну, как бы достаточно, чтобы потом ещё что-то сделать. Так. Ну, ладно. Буду весело прыгать и скользить на солидоле. Вжух, вжух. Весёлые горки. После этого поворот раз, поворот два. Вжух, вжух. И получи из четыре радости себе бок. Прямо тебя нет, поэтому четыре моды. Да, поэтому я тебе сколько года отдай. Я знаю, ты будешь мне мстить. У меня к тебе такой вопрос. Я могу эту вещь использовать как скоростную, если обратно перевернуть? Да, да, да. Если на нём не лежит жетон перегрева, на этом как бы не может на начало хода лежать жетон перегрева, поэтому да. Отлично. Три. Так, окей. Тогда я повернусь. Три. Я пройду на один. Я снова повернусь. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Простите, десять трофеев. Ты выиграл? Да. Я только хотел по вам двоим выстрелить и забрать вас по одному модулю. Да нет, ты уже выиграл. Всё. Всё. Давайте до пятнадцати собираем. Долго, более долго. Ну, партии, да, кстати, стали динамичными и в каком-то смысле даже более короткими по времени, но, по-моему, не по насыщенности. Нельзя было давать автору первым ходить. Опасно. На самом деле, первым здесь вопрос, потому что я лично не люблю быть последним, потому что ты видишь. Это я просто не очень удачно в этот раз встал и переоценил силу своих модулей. Это был не барашек, как в прошлый раз. Да. Барашек. Ну, я понял, кстати, твою логику, ты встал на защитный модуль, да, да, но у меня была крутая пушка, да. Ну, я, как бы, я посмотрел на стартовый расклад, увидел скоростной плюс мощный, и я понял, что я его хочу. Ну, тут, короче, ещё опыт, конечно, решает. Видишь, мне надо было тогда не высовываться. Я знал бы, да, помнил бы про твою четвёрку. Мне кажется, тебе надо было пытаться уже... Да, я такой, хопа, на открытую местность потом. Ну, понятно. Ну, что ж, вот такая вот игра. Да. Easy to learn, hard to master. Да, есть. Да. Всё, всем пока, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok